Друзья мои, еще раз всем привет! Напоминаю, что вы находитесь на моем канале Елена Ермакова. Подписывайтесь на мой канал. И будучи на Арбатской стрелке, я не могла не показать вам розовое озеро, называется или же соленое, или же здесь соль. Раньше, расскажу откуда это все началось. Раньше в советские времена была такая станция, которая выращивала соль, обогащенную вот этими розовыми каротинами. Все, что от нее осталось. Вот я говорю, что может сделать человек, если здесь это все не организовано. Когда мы приезжали сюда три года назад, здесь еще на этом месте, вот там вдалеке, я потом вам расскажу, как это все организовывалось. Вдалеке выращивалась соль с этими розовыми каротинами, с розовыми водорослями. Это были емкостя. Это были емкостя, друзья, куда все это загружалось. Значит, здесь была целая технология. Вот там чуть дальше, видите, вот руины. Еще три года назад там стоял домик, там были собачки, просто были охранники. Вот люди охраняли. Сейчас они, сейчас даже сожгли этот дом и, наверное, разобрали все кирпичики, которые там были. С этих баков, видите, что осталось. Тоже их порезали и, по всей видимости, предпринимательные делки этим занимаются. Ну, это все, как я вам говорила, организовывалось в Советском Союзе. Была специальная технология по выращиванию. Когда мы три года назад приезжали сюда, здесь действительно было розовое озеро. Сейчас везде, везде, даже есть указатель сюда, на это розовое озеро. Но, друзья мои, посмотрите, нет розового озера. Значит, до такой степени налажено. Там полным-полно мы проходили, продают все соль, розовую соль, глину. Вот и отсюда точно так же и глину добывают. Потом, чуть позже, если мы найдем хотя бы кусочек розового, мы вам покажем. Три года назад я вам показывала. Я стояла прям вот так вот, все везде было белорозовое. Сейчас, к сожалению, что может сделать человек своей бесхозяйственностью. Значит, здесь специально вот такие вот разделены на квадраты, где заливалась вода, потом она испарялась, и сверху образовывалась соль. Вот эта вот соль, под действием внизу идет черная глина, потом белая глина, потом соль и потом слой рапы. Вот таким образом вот этот был слой. Ну, сейчас, видите, вот я покажу вам, все-таки небольшие участки соли есть, но она не розовая. Она вот сейчас уже идет такая грязно-серая. Ну, нет вот этих вот. Единственное, что мы с вами видели, я вам показывала, показывала вот это соленое озеро. Действительно, раньше не было таким розовым. Даже когда мы приезжали сюда, вот здесь, здесь был действительно розовый цвет. Сейчас, честно говоря, душа болит за то, что такая бесхозяйственность. Да, очень жаль. Мы приезжали, все восхищались, фотографировались здесь. Здесь было очень красиво. Сейчас здесь, видите, вот покажу вам, покажу вам. Все черное, все черное. Ну, единственное, что могу сказать, конечно, вот эта грязь, сверху всю соль, которая была розовая соль, мы тогда ходили, здесь было очень много соли. Соль, как мы видим, уже всю собрали и распродали вот этими вот ведерками. Но я еще хочу сказать одно, что те, которые покупают вот эти ведерки с солью или ведра с грязью, друзья, оно ведь не поможет. Вот эта ведерка нет. В грязь надо заматываться. Грязь должна быть, если вы делаете какие-то примочки, оно все равно должно быть определенной температуры, и это все равно должна быть технология лечения. То, что вот такие вот опытные делки, понятное дело, что это те, которые живут здесь, потому что только те, которые рядом живут, те и могли это сделать. Ну, вот такую технологию загубили. Очень жаль. Очень жаль за 29 лет самостейности Украины. Да. Вот так печально. Ну, люди все-таки ходят. Нет той соли, которая была, но ходят и собирают. Сейчас мы с вами тоже пройдем, и я вам покажу, покажу, каким образом, и как вначале сверху идет такая водичка, она соленая-соленая рапа, потом идет слой соли, потом идет слой серой или белой глины, которая косметическая, и потом уже в конце идет слой черной глины. Черная глина имеет такой сероводородный запах, и она лечит суставы, и она лечит сосуды. Соль, понятно, она, как мы знаем, соль как антисептик, да? Вот. И вот кусочек все-таки розового чего-то мы увидели. Сейчас посмотрим. Вот. Скорее всего, да, это не вот эти люди, которые за нами, это все вот эти делки, которые сидят с баночками, там не просто с банками пластмассовыми, по всей видимости, это те делки, все это здесь и разобрали. Да. Жаль, что я не могу вам показать того, что было три года назад. Три года назад здесь было очень красиво. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Завтра нас ждет глицериновое озеро. Сегодня мы еще, возможно, найдем соль.